Валентина Кубасова сомневается, что голосовала за благоустройство двора. Теперь выяснять это приходится в суде. Ее сосед Владимир Шамарин зачитывает список тех, кто якобы тоже отдал голос за платную парковку во дворе. В перечне две сотни имен. Мужчина уверен, среди названных есть и мертвые души. Квартира пятая, Костина Зоя Федоровна. Есть свидетель, который стоит за дверью, значит, что его бабушка умерла с доказательствами. Шестая квартира Галямова Завария Минвалеевна, подпись поддельная. Конфликт по поводу благоустройства на улице Трубников начался еще весной. Тогда один из бизнесменов захотел сделать во дворе дома номер 50 платную парковку с видеонаблюдением. За такой капитальный ремонт двора местным жителям пришлось бы ежемесячно платить, даже тем, кто без машины. Чтобы начать работу, нужно было согласие людей. Многие высказались против. Председатель местного ТСЖ Николай Харский провел заочное голосование. Но один из жильцов усомнился в законности процедуры и обратился в суд. Сейчас сторона защиты настаивает, все прошло по правилам. А истец, мол, придирается из-за того, что сам хочет строить на Трубников платную парковку. Истец, полагая, что его права нарушены, даже не предоставил, какие именно его права нарушены. Кроме того, он не прокурор, он не имеет права выступать от лица третьих лиц. Когда речь идет о том, чтобы, по сути, на халяву сделали двор, когда нам предлагают благоустроить двор за бесплатно, ну кто тут, надо просто брать и все. Истец настаивает, при заочном голосовании были и другие ошибки. Неправильно посчитали жилую площадь дома. Кроме того, многие жители думали, что голосуют просто за детскую площадку. К следующему заседанию защита со своей стороны обещает сделать пересчет голосов и еще раз перепроверить документы и все данные. Если были нарушения, то они незначительные, говорит адвокат Андрей Чебаков. Он уверен, его клиент выиграет дело. В регионе и вообще в России сложилась, уже устоялась практика. Суды по данным вопросам, как правило, в большинстве случаев, в 90% случаев, по данным искам отказывают. Защита уверяет, есть свидетели того, что голосование прошло законно. В этот раз они просто не смогли прийти. А Истец жалеет, что не все его свидетели смогли высказаться сегодня. Хотя и пришли. Заседание закончилось. Всех свидетелей, приглашенных в суд, не сумел заслужить. Отложили на следующую дату. К следующей дате у нас свидетелей может быть больше. На следующее заседание, которое состоится 17 декабря, приглашен коммерсант Четверухин. Именно он решил затеять капитальный ремонт двора на Трубников. Предполагается, что он поможет прояснить многие детали этой запутанной истории. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Сергей Шемид, Интера ТВ.